так ничего друзья посмотрим я хочу посмотреть такие новые экземпляры надо его по-любому обкатывать, потому что он новый вообще по-кухому хорошо идет собрались как цыгане, короче все взяли, все что надо и 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 Закончил. На этой ноте я заканчиваю свою зимнюю рыбалку. Проехал я на этом снегоходе Promax SRX700, 212 км за сезон. Показал на себя с хорошей стороны, проблем практически не было. Один человек мне написал, какие у него еще могут быть слабые места. Я сейчас немножко вам прокомментирую, покажу. Вот, а так аппарат офигенный, вдвоем-троем, тянет хорошо. Много груза за собой тянет, трое санок тянет. В прошлых видео я показывал, как мы ездили на ночную рыбалку, сколько с собой тянули из швурдика. Ну, троем как бы на скорости лучше скорость сильно не развивать, чтобы что-то там не сломалось. Я думаю, все меня поймут. Это как бы не прям капец такой снегоход мощный. Развивал я на нем скорость где-то максимум 62 км в час. А так без проблем запускается, если даже аккумулятор садился. Вот мы брали аккумулятор в палатку для света. С ручного стартера без проблем заводился. Даже мороз был ночью 27 градусов, весь обмерз. Я его сразу запустил, двигатель. Так что морозов он не боится. Можно смело брать такой агрегат. Ну, на следующий сезон посмотрим, как он себя поведет, так как он у меня еще на гарантии. Перед следующим сезоном я буду менять в картере масло, пускай мне поменяют. Гарантия еще у меня 2 года. Сам пока не буду туда лезть, хотя сам это все могу сделать. Ну, сейчас покажу, где какие места слабые у него есть. Первое место слабое, это у него стекла. Если прицеп задевает, то есть, ну, стекло как бы такое хлипкое. Три клепки у меня отлетели. Ну, это не проблема, можно их заменить. Дальше, как я говорил, аккумулятор. Аккумулятор надо будет всегда заряжать. Лучше, конечно, перед каждой поездкой. Вот, или поменять на более мощный аккумулятор. Наверное, в следующем году поменяю аккумулятор. Дальше, слабое место у меня был такой случай, да, вот на этой стороне. По-моему, нет, на той стороне у меня отлетел каток. Я его чуть не потерял. Короче, хорошо вернулся. В общем, слетел каток, вообще без него ехал. Вот, увидел на снегу лежал. Благо собой ключи были. Все это сделал, разобрал, подтянул там, в общем, закрутил обратно. Ну, надо будет еще докупать, наверное, дополнительные катки. Далее, значит, если три человека сидят на снегоходе, брызговик, хорошо, что не отломало. Но он такой, немножко такой подкидной. Вот, немножко его разболтало. Вот, когда на кочках сильно продавливается, он задевает протекторы, гусянки. Слышно такой звук характерный. В общем, он немножко задевает. Вот, может быть, так и должно быть. Ну, не знаю точно. Ну, не сломался, ничего, нормально. Может, местами где-то протерся, скорее всего. Да, нет, нормально. Вот, дальше что у нас. Переключалка. Тоже мне там сделали. У меня не очень задняя скорость включалась, не сразу. Мне ребята сделали по гарантии. Что-то там я точно не знаю. Ну, в общем, сделали. Сейчас четко все скорости включаются. По передней подвеске проблем не было. Все на месте. Шаровые нормально отработали. Резинки все целые. С обоих сторон. Ничего не открутилось. Все четко стоит. Все протянуто было. С этой стороны тоже. Все шаровые, все поворотные механизмы, все целые. Даже визуально, когда смотрят, как новое. Ничего не заржавело. Ржавчин никаких нет. Нормальный снегоходик. Мне вообще понравилось. То есть, и здесь тоже ржавчины нету никакой. Ничего не поцарапал. Краска нигде не отлетела. Ну, есть местами краска. Это, наверное, там... Чего-то тут ледобурд сплял. Немножко краска потертла. С той стороны тоже немножко потерлась. Вот так нигде морозовая краска не облупилась. Наклейки нигде не отвалились. Ну, здесь немножко краска потерлась. Потому что я возил с собой тележки, волокуши. За счет трения отвалилась краска немножко. Ну, это не страшно. Ну, и кофор. Немножко он прохудился. Такой устал уже. Не особо квадратный. Немножко тут замок разошелся. Это все можно сделать. Все это поправимо. Остальные замки работают. Все работает. Хорош кофр. Вместительный мы туда сколько всего там пихали. Ну, и дополню насчет пружин. Я показывал про них в прошлых видео. Они хорошо отрабатывают. Вдвоем вообще классно. Вдвоем немножко уже... Немножко-немножко прям перебор. То есть ребенок сидел. 15-летний сзади. Вот. Если три взрослых мужика сядет. Надо вообще потихоньку ехать. А так... Ну, скорость где-то была 20-25 км в час. Вот. Чтобы сильно не подкидывало. И более... Отработали пружины получше. Вот они. Чтобы их не разбило. Лучше, конечно, не гонять на нем. Когда с большим грузом едешь. Снегоход меня полностью устраивает. С собой мы тянули килограммов, наверное, 300. Там куча шмурдика. Там трое саней с собой тянули. Еще плюс сверху. Два человека. Два-три человека. Тяга у него неплохая. Двигатель, повторю, это зонгшин стоит. Вот. Оборотистый. Такой нормальный двигатель. Тягучий. За этот сезон проблем не было особо. Самое главное, что мы всегда доезжали до дому. До прицепа, до машины. И в мороз. И в оттепель я ездил на нем. Ну и, друзья, у нас скоро весновка. Буквально через 9 дней у нас открытие охоты на водоплавающую. Поедем на водоплавающую. Также расскажу, кто не видел, про лодку Мишима. Также брал в X-Motors. Там движок 9.9. Расточен под 15 лошадей. Марлин. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Всем пока. Всем счастливо. До следующих рыбалок и охот.